Возгляните на современного человека, а лучше всего на самого себя. Мы вечно куда-то спешим, мы вечно запаздываем что-то сделать, потому что у нас сто дел. Ну, на работу надо поспеть, понятно, а то денег не заработаем. В рабочее время сделать еще какие-то дела, потому что в свободное время всех дел переделать не успеваешь. Потом там куда-то бежать, с кем-то встретиться, а выпала свободная минута впялить глаза в телевизор. Если вы не дома, то можно развернуть газету или взять компьютер переносной, читать там книгу, которую даже покупать не надо. Просто нажал несколько кнопок и читай в свое удовольствие. А можно не читать, можно играться на этом компьютере во всевозможные игры. То есть в нас вырабатывается стереотип, что когда мы чем-то не заняты, когда наши руки что-то не делают, а глаза на что-то не смотрят, а уши чего-то не слышат. Вы видели, наверняка по улицам идут молодые люди, а иногда не только молодые, уши замкнуты, в кармане компактный проигрыватель, магнитофончик, как хотите его называйте. Они не слышат окружающей жизни, они слушают музыку, что с одной стороны вроде бы хорошо, лучше, чем звуки там тормозов автомобиля или гомон толпы или что-то такое. Но они залиты, и вдруг происходит нечто ужасное. Вдруг человек оказывается в комнате или, скажем, на природе в каком-то месте, или в автомобильной пробке. А у него радио испортилось, а он свой телефон дома забыл, еще что-то такое, и вокруг него ничего. То есть он должен сам себя занять. И он начинает изнывать, он начинает страдать, он начинает мучиться. Ему самим собой неинтересно. Оказывается, все его знания, все, что он видит, что он потребляет, настолько поверхностно, что, кроме как щеголять информацией, я видел это, я слышал то, я занимался тем, невозможно. Я вспоминаю свои времена, может, некрасиво об этом вспоминать, но если ты хотел услышать музыку, которая тебе нравилась, да не буду там брать уж слишком что-то высокое, тех же Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd. Я должен был пойти в Москве, планетарию, и толкаться там со спекулянтами. Покупать у них эти пластинки, диски, альбомы, как их тогда называли, за бешеные деньги. Скажем, двойной альбом равнялся стоимости джинсов. Опять же, импортных, если мне было очень важно, чтобы у меня на заднем месте было написано Леви Страус. А эта сумма соответствовала моей месячной зарплате. Выобразите себе на секунду сегодня, за что вы готовы отдать месячную зарплату. Я думаю, мало таких вещей. Если вы что-то хотите, вы будете все-таки копить. Но, тем не менее, когда удавалось купить эти джинсы, удавалось купить эти пластинки, удавалось их дому поставить на проигрыватель, прослушать. А иногда чаще денег не хватало, а дальше начиналась совсем такая чехарда. И они переписывались на магнитофон, потом шли люди, я в частности, к тому же планетарию обменивал их на другие, чтобы таким образом за одну покупку обзавестись записями 10-15 пластинок. Но я не об этом. Это создавало тоже ощущение привилегии. У меня есть Битлз, а у него нет. Я ношу джинсы Леви Страуса, а он ходит в польских, а то, не дай бог, советских, на которые совсем тошно смотреть. И вот сегодняшняя жизнь, возвращаясь в наш день, всего этого нас лишила. А вы перенеситесь еще в другую сферу. Вы наверняка видели спектакли, которые пользовались огромным успехом. А огромным успехом они пользовались потому, что, в общем-то, рассказывалось там о самых обыденных вещах. Но между строк, в каких-то фразах, в какой-то построенной каким-то образом мизан-сцене, или как-то героям, или автору, естественно, и режиссеру удавалось сказать одно-два слова, которые укалывали власти не скажу куда. Поэтому иногда создавались имиджи. В определенные театры люди шли, а в другие не шли. Просто потому, что там нападали на власти, укалывали власть, а в других не укалывали. И это было неинтересно. И вот театр, который отвоевал право укалывать власть, писатель, который отвоевал право в своей книге сказать два-три-пять слов против системы, там, не дай бог, что советская власть там не во всем хороша, что коммунисты тоже допускали ошибки или что-нибудь в этом духе. Эти книги читали, они пользовались успехом, спектакли, соответственно, смотрели, и точно так же шли в кино и так далее, и так далее. А потом вдруг оказалось перестройка. И вот снимай, что хочешь, в театре ставь, что хочешь, и в книге пиши, что хочешь. И вдруг оказалось, что очень-очень большому количеству авторов, режиссеров, киносценаристов сказать-то нечего. Потому что кроме как укалывать власть, кроме как извлекать удовольствие, что, дескать, играю на грани фола, хожу по лезвию бритвы. Но знаю, палку перегибать нельзя. Власть мне позволила ходить по лезвию бритвы, но на другую ее сторону не спускаться. Так вот, кроме этого, оказывается, ничего нет. И отсюда произошел дикий упадок. То есть поначалу, поначалу все было здорово. Стали издаваться книги, которые десятилетиями лежали неизданными, поскольку советская власть их не допускала. То есть книги, написанные не ради уколоть, а ради того, что написать так, как хотелось автору написать. Тоже произошло в кино, появились несколько интересных фильмов, тоже произошло в театре. А потом потихоньку все это стало угасать, потому что общедоступность привела к тому, что уколовать власть сегодня неинтересно. Ну, уколол, ну и что. Вышел на площадь и кричу, помните, как в старом анекдоте, реген дурак, реген дурак, и мне ничего не делают. А советский человек говорит, а я тоже все могу. Я тоже могу выйти на Красную площадь и кричать реген дурак, меня тоже не тронут. Видите, какой смешной анекдот. Сегодня, может быть, даже и не смешно, потому что не очень понятно. А тогда сразу представлялось, как, Никита Сергеевич дурак, или, не дай бог, Леонид Ильич дурак, вы что, так не покричишь, тут же окажешься, где положено. То есть и этого удовольствия лишили. И, на самом деле, на самом деле, и я в этом убежден, это общая доступность, это возможность черпать практически любую информацию. С одной стороны, забило людям головы, мозги, действительно, многие живут вот в такой суете, считают, что замечательно живут. Нет минуты у них свободной, все время они каким-то образом функционируют. Но другим людям, видящим все это, открыло иную возможность. Им теперь не надо думать, где купить колбасу. Им теперь не надо думать, как обзавестись штанами, которые им хочется носить, или там пиджаком, или галстуком. Они могут всю эту прежнюю, так сказать, привилегированность отнести на периферию своего сознания, и могут больше внимания уделить себе, своей личности. И вот такой человек, оказавшись, скажем, в той самой машине, в той самой машинной пробке, где сломалось радио, дома забыть телефон, и где надо быть действительно самим собой, только обрадуется, что попали в такую ситуацию. Потому что они занимаются интересными вещами, они читают хорошие и им лично интересные книги. Они не смотрят по телевизору сериалы и все подряд, что там показывают. А если и садятся иногда к этой коробке, или к этому ящику, или плоскому экрану, извините, сегодня, то смотрят именно то, что хотят увидеть, а все остальное пропускают. Или вставляют DVD и смотрят фильм записанный, но именно тот, который они хотели увидеть. И вот оставшись наедине с самим собой, когда можно отбросить абсолютно все, и остаться быть только с самим собой, и никто не мешает находиться с самим собой, ой, вот тут они ловят кайф, они наслаждаются жизнью. Именно в эту минуту они, эти люди, счастливы. Счастливы, их можно в эти минуты назвать сиборитами, их можно назвать кем угодно. Но у них есть возможность побыть наедине с самим собой. Они сами себе интересны. И их не пугает отсутствие всей вот этой коросты, шелухи, которая нас окружает. А ведь действительно большая часть того, что нас окружает, к нему надо относиться очень и очень дифференцированно. Отнюдь не все есть смысл потреблять, отнюдь не все есть смысл увидеть, брать в руки и непременно нажимать кнопки и делать что-то такое. Остаться с самим собой. Это же прекрасно. Эти люди умеют это.